Всем привет! Недавно пользователи социальных сетей начали активно обсуждать эти фотографии. На них изображена девушка, которая держит своего питомца на руках. Фото были сделаны в разные периоды, когда питомец был еще щенком и по мере его взросления. Самые внимательные обратили внимание на медвежью морду этого питомца. Такая медвежья порода напрямую никак не связана с медведями и они не являются их предками. Но у этих собак явно есть сходство с медвежьей внешностью. Такая порода называется американская акита. Сочетает в себе три качества – агрессия, смелость и дружелюбие. Ставьте лайки, пишите комментарии, сейчас разберемся, что это за порода. Американская акита – красивая порода с плюшевой шерстью и характерной темной маской. Очень агрессивные, смелые и дружелюбные псы. Сочетают в себе охотничьи и охранные качества. В случае угрозы дому своего хозяина встанут на его защиту и будут бороться до последнего. Но вместе с тем собаки могут быть миролюбивыми и терпеливыми, если их правильно дрессировать. Такую собаку не стоит рассматривать как няньку для детей из-за ее крупных размеров. Взрослая собака породы американская акита может весить до 60 килограмм, а высота в холке может достигать до 70 сантиметров. Предками американской акиты являются японские акита-ину, изначально использовавшиеся для охоты и охранных целях. В периоды, когда собачьи бои были популярны, владельцы собак, чтобы разбогатеть на собачьих поединках, усовершенствовали своих собак путем скрещивания с мастифами и овчарками, чтобы сделать их крупнее и сильнее. Позже эти манипуляции поставили под запрет. Спустя еще какое-то время, по указанию правительства, все заводчики сдали своих питомцев на нужды фронта, для участия в Великой Отечественной войне. Точку войне, как известно, поставила капитуляция Японии в 1945 году. Возвращаясь на родину, американские военные решили взять с собой несколько приглянувшихся щенков. Они-то как раз и стали спустя несколько лет прародителями новой породы. А, собственно, классических Акиту-Ину на японских островах после войны оставалось не более 20 особей. На протяжении нескольких десятков лет Международная кинологическая ассоциация не признавала американскую Акиту в связи с разногласиями японских и американских заводчиков. Все точки над И расставили лишь в 2000 году. Тогда-то Международная ассоциация и утвердила стандарт заокеанской Акиты. Основные моменты породы американской Акиты, о которых стоит знать. Первое – это отличные сторожевые качества. С такой собакой вы будете чувствовать себя спокойно и в безопасности. Второе – при правильной дрессировке из этой породы можно слепить не только превосходного компаньона, но также охотника, поводыря или охранника. Третье – американская Акита обладает очень устойчивой психикой. Агрессию она проявляет только при наличии опасности. Но если долго смотреть ей в глаза, не пытайтесь наклониться. Она может воспринять это за агрессию по отношению к себе. Четвертое – дрессировка этой породы нелегкий труд. Собака чрезвычайно умна и беспрекословно подчиняется хозяину только в том случае, если считает его безусловным лидером. И пятое – несмотря на свой открытый и общительный характер, с незнакомцами Акита достаточно холодна, пока не решит для себя, можно ли доверять тому или иному человеку. А вы бы завели себе подобного медвежонка? Пишите свои ответы в комментариях.